Всем доброе утро! Меня вот только-только недавно разбудили. Что там за лепёшечкой сидит? Там Лера ещё стоит. Яромирчику еду готовит. Сегодня Лера заставила насильно подняться в 6 утра. Сейчас уже где-то сколько? Одиннадцать. А там сколько? Без высоте. Ну ладно, потом смотрю. Не знаю, сколько время. 10.55? Сейчас 10.55 она говорит. Короче, заставила насильно, чтобы я ей поснимал вставки для её читательского этого, как его, недели чтения. И получилось же офигенно. Получилось офигенно, что я снимал. Это не всё, а ты поставила вслёг спать. Ну, как поставил. Если не поленюсь, может, я вам всё-таки вставлю следующим, а может и не вставлю. Что я там наснимал? Короче, ну я просто на таймлапсе снимал ей рассвет. Вот как-то так. Сегодня мы пойдём на улицу, на экотропу. Хотя у нас тут две экотропы. Одна на нашей речке Гавнатечки, на Мухле, а вторая недалеко от дома. Ну, на Мухле уже там совсем где-то противно. Там очень много людей. Там прям, а, там идёшь, там очень много народу. Пойдём на экотропу, которая Лере сначала не понравилась, но там было, потому что очень грязно. Ну, не то, что грязно, там была грязюка в плане того, что, знаете, здесь аж ноги увязают или увядают? Увязают. Увязают. Вот. Поэтому пойдём посмотрим, что там. Может быть, там более-менее нормально. Сейчас в Минске пока ещё эти дни. Тёплая погода. Вот. Но сегодня вроде последний день, потом уже будет похолоднее. Пройдёмся, да? Челобрек. Лера потеряла опять Яромерчика и сосочки. Все. Две, точнее. Вот. И пришлось ему купить опять новую. Не было джентльменской, она была такая же, с жарафиком, жёлтая. Потому что синий ему не подходит, который дорогущий. Эта Яромерчика уже требует еды. Ну да, мама что-то готовит. Ау. Каша овсяная. Очень вкусная каша Яромерчика. Очень классная каша. Не знаю, показывали вам или нет новые шкафы. Ну, именно уже с книгами. Лера что-то подапихивала в некоторые. Ну, то, что стояло, в принципе, в том шкафу, она запихнула в эти. Вот, как-то так это всё выглядит. Ну и... Ну, как обычно, у нас тут срачки. Надо нам одеваться, пойдём на прогулку. И что это за голышок? Сражается с мамой. Яромер! Яромер! Яромер Евгеньевич! Яромер! Что ты там, поедешь гулять сейчас? Заезжаем в лифт. Оп! И папа забегает. Яромерчик! Что, Лев, то ты едешь. Вышли мы с Яромерчиком на улицу. Не смотреть, что я такой лохматый. Я уже каждый день такой лохматый. Карантин ведь. На улице хорошая погода. В принципе, вон, я облегчу на варианте. Яромерчик вон. Как взрослый парень сидит. Балдеет. Короче, на улице идти не очень хорошо. Пока ходим, ждём Леру. Расскажу вам, что я сейчас читаю. Во-первых, дочитал я там все свои книги про киберспорт. Ну, мнение моё не изменилось. Такое, что, как я в прошлом видео говорил, что советую. Она рассчитана как для людей, которые только знакомятся с миром киберспорта. Но я считаю, что лучше её почитать тем, кто уже как бы минимально в теме. Будет более понятно. Ну, короче, будет просто понятно. Сейчас я читаю также книгу про... Не совсем киберспорт, а биографию вопреки к Путь Победе. Это про игрока Зевса. Он играет в Counter-Strike. Ну, просто биография. Пока только начал. И параллельно ещё слушаю Ночной Дозор. Я его столько-столько откладывал. Но очень хотелось почитать его вчера. Ой, послушать или почитать. Вчера вот начал. Сейчас буду идти и, в принципе, слушать по каждому Леру. Сына. 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 Ой, ярко. Солнце мешает тебе, да? Соской ты такой. Надо нацепить тебе ежа. А то забыли. А то соска выпадает. Вот папа сказал, а соска выпала. Всё. Соска в безопасности. Зацеплена. И во рту. Да? Ух, какой-то серьезный. Изучается он всё. Громерчику очень нравится сидеть. Так, прям вот так вот в открытой коляске. Потому что он смотрит по сторонам. Всё разглядывает. Очень нравятся ему всякие вот такие вот столбы. Он прям смотрит в них вверх. И в последнее время перестал жмуриться от солнца. Ну, жмуриться, но как-то спокойнее стал. Перестал капризничать, когда солнце светит ему в личико. Всё. Для тех, кто не знает, Лера ж... А я уже говорил-то вроде. Снимаем мы... Лера снимает неделю чтения. Мы тут всякие вставочки делаем. Но сегодня у него последний день. Вот. То есть это будет, грубо говоря, такое... Небольшой спойлер к её последнему видео. Небольшой такой бэкстейдж. Мы поснимаем. Увидите вообще, как мы тут что снимаем. Постараюсь максимально без спойлеров. Типа, просто кому будет интересно, могут глянуть, как всё это снимается. Ну, блин, жалко, что не снимал все эти дни. Потому что Лера там и по деревьям лазила, и во всякие помойки залазила. Но Viber не нажимается. Потому что Viber говно. Я, кстати, недавно заставил маму скачать Telegram и удалил у себя Viber. Потому что сам Viber весит около что-то 200 мегабайт. Но из-за того, что там всякие файлы, они сохранятся 7 дней и что-то не удаляются. Я раз как зашёл, увидел, что у меня Viber весит 6 гигабайт. Я понял, что больше никак этим приложением пользоваться не буду. Лера пытается сфоткать Яромирчика для своей мамы. Сейчас вам покажу. Он такой смешный в этом комбизе. Он ещё полегче ему одели. Смотрите, какой взрослый парень сидит. Яромир. Ага, конечно, скажи. Вот такие вот делобосы. Сейчас мы тут решили дворами идти. Потому что неизвестно, есть ли ветер сегодня или нету. Идём на экотропу, которая не всё время идёт около нашей мухли. О, в которой мы были. О, солнышко. Она в другой стороне. Там тоже какая-то говнотечка. Там знатная говнотечка. Там бомжи, наверное, в этой говнотечке моются. Пойдём туда. Посмотрим. В прошлый раз мы отошли. Но было холодно, был ветер. Мы так, чисто прошлись. Лере не очень понравилось. Но, возможно, сегодня будет более-менее нормаляк. У нас тут, кстати, вы обрубали, видите, все деревья. Сина. Пуньк. С чем? Поехали, что вы встали, скажи. Яромир? Яромирчик стал очень сильно интересоваться миром. Прямо его интересует всё вокруг. Столбы, люди, всё, что у людей в руках. Он прямо в коляске поворачивается, смотреть в обратную сторону. Смотрит вниз, закидывает голову, смотрит вверх. Следит. Бывает на коспичничье, что мы закрываем обзор ему какой-то. Например, кто-то идёт из людей. Он на него что смотрит, ему что-то интересует. Потому что он зашёл за нас. И типа мы мешаем его, недовольны. Короче, яромирчик в такой период у него. Познавание всего началось. Он сидит пальчиком ковыряет свою игрушку. Что-то мы по привычке пошли вообще не в ту сторону. Теперь круг огромный делаем. Приходится идти обратно. Но зато пройдёмся по этим дворам. Нам может было выйти из дома и просто перейти дорогу. И уже практически идти по прямой к этой экотропе. Но мы ещё убегали от бабки. Потому что она там сидела на пути. Она просто прицепилась. Такая у нас есть бабка с собакой. Она любит разговаривать, поболтать, прицепиться. Еще что там. Короче, мы решили к ней. Потому что она уже далека с нами разговаривала. Но мы... Отвиняюсь. Газировку выпил. Вот. Короче, мы свернули. И... Ну, короче, ладно. Идём, короче, на экотропу. Аккуратно, машина. Машина едет. Машинка. Машинка, да. Там машинка поехала. Так. Тут какие-то странные птицы побежали в лес. Не в лес, а на эту экотропу. Я никогда их не видел. Там что? Да я вижу, что вон тоже есть. Думаю, что это за птицы. Короче, ребят. Вот если что. Где-то вот здесь экотропа. Ну, понятное дело, что не здесь походить надо. Но где-то там. В этих зарослях. Там какие-то птицы бегают. Такие, как куропатки непонятные. А ты куда прёшься-то? Я не знаю, зачем я это затеяла. Почему? Идём обратно. Короче, это где-то экотропа. Она там. На той стороне вот этого вот болота. О. Это делают мрази. Вот так вот мы поём. Погода, кстати, хорошая. Даже лёгкий ветерочек. Даже лёгкий ветерочек. Не мешает. Яромёрчик там песни поёт странные. Это он не капризничает, ничего. Просто так поёт. Яромёрчик любит на улице, кстати, попеть громко-громко. Вот так вот. Побзюкать. Вот такой вот разговорчивый ребёнок. Певец. Добрались мы до экотропы. Но тут на входе, тут всякие такие, знаете, из больших пней сделаны типа столики. И, как вы понимаете, сегодня выходной, воскресенье. Плюс карантин у многих. И эти столики вон, а, вам не знаю, видно видно. Ну, короче, они оккупированы различными особями разных рас. Типа там алкоголики, быдло. Вот. И их... Дети вон. Ну, блин. Мне, конечно, не хочется оскорблять их детей, но мне что-то кажется, что вот таких родителей и такие же дети. Всё. Без всяких оскорблений. Поэтому. Ну, если вы идёте посреди города с водкой, с пивом, идёте бухать, ругаетесь матом, там... Да. Ну, это закладывается же у них как бы, да. Они считают это нормальным. Типа, что это нормально, когда ты ругаешься матом, когда ты бухаешь, когда ты там дерёшься и ещё что-то. Но их пока не дерутся. Мы наговариваем на людей. Вот. Мы тут нормально, адекватные семьи сидят. Но я как бы, в общем, типа, говорю. Не конкретно про этих, но в общем, да. Хотя, я сейчас смотрю, тут не мамаши просто. Тут даже бужков нету. Походу, я на людей просто наговорил. Просто два мужика стояла, помнишь, там? Ну, там, да. У нас есть сейчас горки там внизу. И там мужики. Один испорожнялся. Вот. И он отвернулся от своего друга и стал просто лицом к дороге. Там, где мы идём, да. Отлично отвернулся. Да. Ты не будешь там? Не будем мешать. А, и пенёк мы убрали, кстати, который облетел. Нету пенёк. А, да. Здорово. Или его перенесли куда-то? Да. Лера хотела тут посниматься на такой пень. Был огромный такой, знаете, прям, когда, знаете, показывают всякие там деревья, которые там по миллиарду лет, знаете. Вот там такой же пень огромный, который не обхватит. Типа. Он тоже не обхватит. Там трёх, наверное. Даже больше. Четверх, наверное, за руки над людям взяться. Его почему-то здесь убрали. Я сейчас сниму эту площадку. Ну, нет, мы наговорили. Нормальные люди, походу. Нет, нормальные люди, походу. Здесь, да. Ну, как бы, я говорил, в общем, про каких-то людей, которые так и собираются. Ну, мы уже зашли, в принципе. Вот тут такая, типа, она искусственная сделана. Потому что тут деревья, вон, высажены друг за дружкой. Всякие там пеньки сделали с информацией. Ну, неплохо. Здесь лето, наверное, здесь хорошо. Но... А вон и бухают сидятся. Ну, в принципе, я нашёл... Это не бухают. Нет, там... Вот что-то не то. Ну, неважно. Водка стоит, какая разница. Вот, короче, ладно. Мы такие вот ворчуны. И у меня маленькая девочка. Пахнет здесь кострами, шашлыками. Очень вкусно. Здесь, по факту, вот как-то так устрашающе выглядят. Но, на первый взгляд, на самом деле... Ну, снимать не хочется. Здесь очень некрасиво. Некрасиво. Ну, там дальше бы получше, когда там в деревья спустим. Ну, здесь... Очень стрёмно. Тут как бы испоганили сами люди. Ну, это всё равно мрачновато. И для этого может быть симпатично. Ну, всё равно. Тут очень испоганили люди. В плане того, что, знаете, тут есть такие скамеечки. Ну, не скамеечки. Здесь именно пни, как скамеечки сделанные. И... Здесь прекрасно. Тут прийти запоют, в принципе, свежий воздух. Но то, что люди сидят и мусор бросают... Тут нет мусора, потому что здесь не рассчитано, чтобы они бухали и сидели. Вот. Ну, мусор они бросают, например, знаете, просто назад. От дороги. Всё. Ну, такое, такое, такое. Сейчас пойдём посмотрим дальше. Может, там подробнее к мини спуститься. Может, там будет намного лучше. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Знаешь, я тут путёвочку делаю. Снимай. Ну, как запах. Короче, да. Место пока здесь не очень. Ну, тут, я говорю, испортили люди. Мы, конечно, решили здесь пройти круг и вернуть. Просто уже посмотрим, максимум пройдём. Посмотрим, что здесь есть. Лето. Возможно, если когда всё зелёное, не так плохо. Но пока это слишком-слишком... Пошли. Пойдём дальше. Не, я понял. Просто мне уже морально распространенное место. Вот. Ну, пойдём уже. Раз пришли, сделаем здесь кружочек. Молодец. Если получится что-то подснять, я вам подсниму, покажу. В принципе, там вот это болото где-то. Ну, такое. На самом деле, я... Что-то я говорю. Когда мы были здесь одни в плохую погоду. Было как-то получше. Было просто, что было отвратительно, что была земля. Тут такая вот. Она была, знаете, размытая и грязная. То есть, ты хлюпал по грязи. По большей части. Да, это было не так красиво. А сейчас, вчера, я говорю, многие ходили на шаш... Почему мы туда вот зайдём? А не, не надо, тут мы не пройдём. Я просто тему хочу сделать. Ну, там вот, вон, там Пателянка. На Пателянку лучше выйдем. Так вот, чтоб это было. Почелера решила усложнить, поехать на коляски, вот. Что, они мерзли. Здесь же может не мерзли, потому что не землю людей. Проблемно у нас здесь. Пытается какие-то подсъемки делать. Я пытаюсь закончить. В принципе, здесь относительно тихо. Тихо, хорошо. Видны именно кучки всяких компаний людей. Отдыхающих. Ну, пока здесь не очень, если честно. Вот. Может быть, когда лето зарастёт, всё будет приемлемо. Пока тут совсем как-то тухло. На нашей речке на Мухле. Из-за того, что, ну, только там минус, что много очень людей. Прям куча толпы людей ходят вокруг этой речки. Ну, здесь коляска, конечно, не погуляешь. Потому что здесь горки, всякие перки вниз. И это тяжело подниматься, опускаться постоянно. Ну, даже в этих условиях Лера смогла кое-какие кадры сделать. А пока я ромерчик заснул. Блин, вам кажется, что здесь вообще так лысо-лысо, на самом деле. Здесь, ну, относительно... Ну, не относительно, но плотнее деревья стоят. Короче, мы тут снимаем. Да вроде даже вот эти вот деревья неплохо смотрятся. Дома среди, там, сзади на моём фоне. Они относительно неплохо смотрятся в живую. Но на камере мы, как с Лера, не выкручиваемся. Как мы тут цвета не крутим. Всё равно выглядит как будто... Некрасиво. Гораздо хуже, чем... Вы понимаете, что здесь сделали на природу. Поэтому... Так более-менее... Ну, только что люди какие-то сидят такие с музычкой. А так тут очень тихо, кстати, на удивление. Хотя тут недалеко от дороги, да? Так это людям близко, но они всё равно как будто вдалеке. Ну, тут веселятся и эти люди отдыхают. Нет, тут нормально. О, ещё инфопенёк. Пока. Ну, и здесь запускаешься ниже по дорожке. Относительно более-менее становится нормально, почище. Ну, и вид более красивый какой-то. Очень жарко здесь, прям невозможно. Тебе жарко? А мне вот жарковато. Вот. Мы думаем спуститься туда вниз, там ещё там где-то дорожка есть. Там просто есть такое... А, ещё будем через них идти. Ну, да, единственное, что недалеко, но там прям вот такой вот... Там ещё один здесь, пусть люди. Короче, там было такое прикольное дерево, такое прям... Вот. Мы думаем туда с Лерой пойти, может какие-нибудь красивые кадры. Хотя у нас с деревьями много кадров, но мы пойдём. А какие сейчас ещё кадры, когда карантин? Ну да. Дома? Да. Только природа и дом, да. Такое дерево. Я пересматривала наши видосы, старайтесь уже сказала, да? Угу. Пытаемся красоту даже в какой-то помойке находить. Ну, если бы не было ещё вот таких штук, было бы в принципе вот здесь. Далеко отходишь, вглубь. Вот. Ну, конечно, дорожки совсем нет, уже приходится по кочкам ехать. И Лера что-то странно как-то везёт. Я вообще не люблю. А куда ты меня тянешь? Отпусти. Потому что, наоборот, мне нужно туда выехать, а ты на себя тянешь. Никак. Лера, кстати, не любит природу. Я не люблю, я люблю город. А я люблю природу. Я даже, кстати, был в Оксаковщине, это реабилитационный центр. И я там обходил все леса, все тропинки обходил, как рыбал или вокруг. Это не радуется, понимаешь? Я люблю природу, ты знаешь. Ну, как бы так вот, временно. Просто посмотреть и вернуться к машинам, ко всему. И пошёл бы, и так вот шёл по лесам. Ну, чтобы тропинки были. Вот, Женя хочет поход, я не соглашу. И в поход бы спокойно пошёл. Фу-фу-фу, я больше там час, наверное, двух, я не выдержу. Знаю, причём, что ты ждёт машина, которая может увезти. Не-не, я даже без машин поставил бы такую цель, что даже нельзя, например, на машинах. И так бы пошёл, и в поход. На самом деле, мне к этому нормально. Со всякими ночёвками, и там, да, мне это нравится. Я верю, был в Оксаковичне. Я же тебе покажу. Мы, кстати, первую заставку снимали Леры. Сейчас же идеальный. Что? Да, костром пахнет. Вот. Мы, кстати, когда были, вот самая первая заставка Леры, она была снята в Оксаковичне, когда я был после операции. Да. Я что, в больнице лежал. Там детка стоит? Да, это всё я снимал. В этой же куртке? О, нет, показалось. Что? Не для видео. Я думал, такое только... В кино? Да, в кино или всяких видосах. Короче, у нас там... Ну, вам что-то не видно. Но тут уже собралась даже аудитория всех парней. Там у нас контент 18+. Прямо на улице тут, где ходят дети, мы с коляской. Ну, короче... Вы сейчас пришёл, пришёл. Да. По-моему, вот это дерево мы с тобой делали. А мы, да, хотели на этом дереве сделать кадры. Одни прямо на фоне всего происходящего. На фоне. Вон, короче. Ну, наверное, не покажу, потому что там далеко-далеко за людей там. Тут все, кто прошли, были в шоке. Это было неожиданно. Да. Сомневался, что человек, который там занимается всеми делами, он повернулся. Ему было наплевать вообще. Я думаю, что не видно, наверное. Ну, не знаю, не знаю. Я прямо на горе. Вон. Не знаю, вам тут не видно где-то или видно. Ну, короче, где-то там я... Вот, короче... Вот это... Вот это они, если что. Поснимали. А вот тут дерево, кстати, вот это вот такое кривое. И мы как раз к нему шли, потому что он так прикольно развивается. И мы хотели на него снимать кадры. А оно получается прямо перед этими чуваками. Ну ладно, я кадры пару красивых хотела уже. Да. Неожиданно. Так вот. Продолжаем про Оксаковщину. И я там нашел всякие там эти бобриные плотины. Помнишь, я тебя водил? Много. Потом мы с Лерой перепрыгивали такую маленькую речку. А мне прыгать нельзя было. Мы далеко заходили в какое-то болото. Я туда один не ходил. А там не было выхода в другой. Он только прыгается. Просто полути, полути, полути. Да. И мы перепрыгнули. И я боялся... Я не ходил один, потому что я боялся, если я ввалюсь в болото, меня никто не достанет. Там с Лерой мы пошли. Да. Я боялась очень прыгать, потому что она тоже широкая, как бы нала такая достаточно ощутимая. И я там еще нашел, помнишь, какие-то куропаты, я тебе рассказывал? Да. Курица? Не курица? Что у меня там на голове? Ничего. Вот здесь где-то. Ничего. Она уже не первый раз. Я больше всего на свете боюсь насекомых. Это для меня страх просто. Если вижу змею у себя на голове, я просто буду в восторге, лишь бы это не было какое-нибудь насекомое. Ненавижу. Я просто страшно их боюсь, если будет просто для меня это что на голове. Ой, я не могу. Я в обморок, наверное, падать начну. Поэтому я все время паникую. Ненавижу природу. Я нормально, кстати. Но мне тоже не нравится сказать, что насекомых там зашиворот или в уши летят. Но по большей части у нас тут отдыхающие. Но эти еще более-менее культурно отдыхают. Да они нормальные просто. Давай уже хватит. Природа, фу. Вот я сейчас на все. Я уже хочу к машинам. Блин, это кошмар. Не знаю. Я хочу к дороге. Ну сейчас не удивитесь, если там не будет выхода, нам придется опять идти, все есть путь обратно. Хотя мы можем здесь подняться просто, чего мы ухили. Давай здесь поднимемся. Выходим мы из этого листка. Все, я у меня полностью бестила. Вообще я уже не могу. Лере стало тяжело. Я не могу дышать с этого. У меня уже переизбыток. Не знаю. Кислорода отыщает от этого. И насекомые летают. И все. Мне жгалось. Я хочу к дороге. Ну как сказать. Там насекомые просто еще все ватные, сонные. Они врезаются. Все постоянно падают. Вот. У нас как тоже дома залетела муха сонная. Но я ее выкинул. По горе поднимали сейчас. Тяжко. Машинки мои. Эти не машинки. Ну сегодня жарковато здесь очень при том. Ну да. Всего хорошо погода. Для прогулок класс так уже. Ну там шли был ветерок и тогда знаешь поддувало. А тут сейчас как-то вообще. Солнце вышло и дождухота. Да. Я асфальт еще люблю. Асфальт люблю. Асфальт очень сильно. Ну погода все хорошие видите. Да. У людей куча. Да. Я буду как Таня Мшат. Только сегодня весьма ныть. Ныть? Да. Ну ты вот какие кадры сделала. Веселых ребят посмотрели. Да. Вот вам влог. Важное самое сделание. Тут я нашел короче карту. Как мы прошли. Короче. Непонятно как. Вот ну мы где-то сейчас здесь вот идем. Или нет. Короче ни черта не понятно. Короче ладно. Непонятно ничего. Я так подумал когда уже выздоровлю. Надо будет свозить моих подписчиков туда к бабушке. Показать им район мой. Я же не спугалась на нас. Я же не пригласила. А ты что там была? Ну я сам могу даже свозить. Показать какой там парк. Там хоть нормальный парк сделан на удивление. Там лесопарк такой я сделал. Прямо во дворах. Не во дворах. А во дворы заходишь. Там огромный на низкую улицу лесопарк. Там где-то школы по бокам. И вот такое знаете. Показать вам как вообще там. Где мы там игрались. Когда были малышами. Где бегали. Во что играли. Всякие наши тайнички. Короче надо будет свозить маму показать. Котик. Кто ничего не видит. Что это? А это Яромирчик. Я его сфоткал. Я его позвал. Он такой повернулся такой. Я ему если не забуду поставлю себе фотку. Вот. Ну я просто его звал. Тебе что сфоткать для моей мамы. И он такой позвал. Он такой. И вот. Жарковато стало. Такие вот дела. Я еще воды напился. Я же вам еще не рассказывал. Не жаловался по поводу поликлиники. Сколько? Недель назад. Да? Да. Я был в поликлинике. Меня проверили. Ну понятное дело. Опять сказали там. Решится опять там. Пей миллиард таблеток. Калии уколы. Короче делай что хочешь. Не нужно это. Но мы тебе должны обязательно что-нибудь. Ну да. Типа. Да. Мы не можем вас не лечить. Типа. Ну обычно в больничном. И мне сказала врач. И сейчас моя заболела врач. Типа просто. Не заболел. У нее ребенок заболел. Она в этом. В. На больничном. И нас отправили к заведующей. Все. Меня заведующий проверяет. Говорит. Ну больница на карантине. У вас уже два месяца больничный. Мы вас держать больше не можем. Поэтому возможно после там третьего числа выйти на работу. Я говорю. А вас не смущает что я еле до вас дохожу. Потому что я не могу не сидеть. Ты плохо. Если хорошо. Тебе тоже не было справа. Ты направила на операцию. Из-за того что карантин. Операция откладывается. Поэтому нужно быть дома. Переждать карантин. В больнице. Да. Ну. Иди на работу. Да. Учитывая что у меня физическая работа. Учитывая что я не могу не сидеть. Я хожу. Ну вот мы с Лерой ходим. И то я от обезболивающего. Как только у меня от обезболивающего начинают прекращаться. Я в принципе. Мы топаем домой. Потому что ходить я потом не могу. Меня чуть ли не нести надо. Вот. То есть ходить я не могу. Я целыми днями лежу. И то мне лежать даже больно. Но. Но. И я жду как бы операцию. То есть мне уже сто процентов надо делать операцию. Ну. По крайней мере так было. Месяц назад. Вот. Но. Говорят. Типа. Мы вас больше держать на больнице не можем. Типа. Едите на работу. Типа. Да. Я собираюсь. Получается завтра. Завтра. В воскресенье. Завтра. Позвонить в больницу. Вообще узнать как дела и что мне делать. Потому что у меня ну как бы лучше мне не становится. Вот. У меня бывают вспышки когда я совсем не могу. Мне очень больно. Но. Но не бывают такие как сегодня. То есть я. У меня как бы ноет. Что-то там трещит иногда. Но терпимо. Не так больно как обычно. Вот. Ну. Учитываю что я сейчас тоже на обезболивающем. То есть я чувствую боль все равно даже на преобезболивающем. О. О. И потом позвоню в Минздрав. Узнаю. Типа. Что делать если реально мне так вот. Такая ситуация будет. Что мне заходят в больничный. Чтобы мне сказали идти на работу. Вот. То есть как бы. Непонятно. Короче позвоню завтра в Минздрав. И все узнаю. Проконсультируюсь хотя бы. Чтоб мне хоть что-то рассказали. О. Не люблю такие дела. Что-то мы отвыкли от тепла. От такой летней теплой весенней погоды. Что-то это слишком очень разморило нас. Аж на сон тянет. У меня это тоже. Да. Такие такие ватные все. Есть такое. Есть такое. Есть такое. Не. Не пойдем так. Плохая дорога. Не. Не пойдем так. Плохая дорога. Решаем как тут нам скоро. Нет. Там у Бога будет. Там вокруг стройки. Давай лучше так. В нормальном пойдем. Не хочется около стройки идти. А то помимо того что ты такой размягчаешь и грохотать мне резко начну. Да. Лучше пойдем уже тихонечко. Все. Направляемся домой. Потому что. Да. Мы решили еще такой. По району прям круг пройти. Ну тут наши районы новые строятся. Не строятся. Но построены. Ну наши гипы там. Мы там не раз были с вами. Людей много. Все гуляют. Очень много. Погода хорошая. Вроде и одеты легко относительно. То есть байка-майка вон и легенькие куртки. Но все равно меня совсем разморило что-то. Вот меня уже чувствую отпускает потиху обезболивающе. Поэтому уже мне хочется и полежать. Еще плюс устаю. Ну особенно ноги устают. Так вот очень сильно у меня. Поэтому мы сейчас круг доделаем. И пойдем домой валяться отдыхать. Ты будешь читать дома книжечку? Мне же нужно дочитать. Ты успеешь за сегодня дочитать? Да, успею. Мало времени осталось. То есть ты закончишь марафон. Сколько ты книг почитала за марафон про спойлеры, пожалуйста? Стык-чтык. Вот. Вот. То есть смотрите. Это видео где-то выйдет у меня во вторник получается. То есть послезавтра. Скорее всего. Первое видео уже будет выложено. Твои два уже будут выложены. Твои два уже, да. Одно время. Второе будет выложено. Да. А это немножко спойлер даст на весь марафон. Как прошел марафон вообще, скажи? Блестяще. Да. Легко прошел. Ага. Хорошо. Легче, чем обычно. Не знаю почему. Я не думаю, а что мне вообще, кстати, раньше мешало снимать? Почему я была так много тяжело? То есть вам спойлер. Лера прошла весь марафон, снимала каждый день, прочитала четыре книги. Это вам будет спойлер на целую неделю. А уже какие книги, что прочитала, вы в принципе узнаете на ее канале. Ты не проспойлерила книгу? Нет. Постаралась не проспойлерить нигде. Вроде она нигде не светанулась. Ну только светанулась только издательство вот это вот. А, ну так. Скорее всего. Мы идем даже вот молчим, потому что это что-то совсем тяжело. Ну да, что мне тоже. Еле ноги волочим. Смой? Все. До ковальки мы домой. Я разделся. Сейчас буду валяться, потому что надо немножко растянуться. Оп! Отдыхать. Вот такую книгу я читаю. Сейчас покажу. Я вам и про них рассказывал. Вот. Вопреки. Это сам игрок. Ну такой большой Томик. Он тут с фотографией. Нужно открывать не буду. Не очень удобно. Там с его фотографиями с детства и команды и так далее и тому подобное. Вон мои эти прилетели. Поспал? Все. Будем отдыхать. Обожает резинки эти мои. Мама тут обнаружила маму. Кто это коверкает? Кто это ползит? Как на камеру тут у тебя не получается, да, подняться? В смысле у тебя не получается? В смысле у тебя не получается? Короче, последние новости про Степана. Вот. Пишет моя мама, что типа пошла на магазин. Тут ей позвонит охранники. Ну вот типа, ну в квартире стоит же сигнализация. Это обычная. Вот. Так это. Говорят, сработала сигнализация. Пошли домой. Оказалось, Степан вылез в клетке, стал летать по квартире. Вот. И сработала сигнализация. Вот такие вот дела. Ага. А потом мама хотела снять попугая типа, ну с этого блока охранничего, как он называется, не знаю, охранничего. Вот. Так он ей еще и палец прокусил до крови. Короче, Степан там хулиганит по максимуму. Так, как пуча. Там еда? Готово. Она сопротивляется? Дай подниму, дай подниму. Все, передумал? Кхе-кхе-кхе На улице карантин, а мы пельмешки едим Крутим-вертим мы пельмешки что такое хочет с манижика достали скажи папа что не будет говорить на камеру скажи папа пишу это такое папа 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 нет ты не шепчите а кто сейчас растрапал я пошел играться ну давай пошла лера записать видео закончился у нее марафон прочитала 4 книги уже там всякие оценки и там наверное все остальное вы уже узнаете у нее мы с миром мальчику пока тут сидим играем что улыбаешься такой ты улыбака такая у тебя соска крутая да а кто ее вверх головой вставил кто вставил что ты тут обнажился ты ход вот так вот так так мы встаем такие мы важные пареньки да еще ты пытаешься делать вот так мы умеем стоять твою так так что ты будешь танцевать Не хочешь? Скажи, на камеру, папа, я не хочу танцевать Вот так стою мимо Нужна тебе соска? Ну? И шо это, Бумс? Вот так мы умеем стоять Все Ты видишь, что бы тебя снимают сихарем? А помню, когда ему гитару какую-то только подарили Он даже и в руку взять не мог Просто так иногда ляпал И то надо было бы показывать А смотрите, сидит, он гитарист Поднимает, кладет куда ему надо Кнопочки жмёт пальчиком Что там, кнопочка заела? Мермерчик Как так? И светится? Ты заворожен? Светится кнопочка постоянно Застряла кнопочка Застряла кнопочка И ребенок разбирается, что случилось Ну давай починить теперь ее Ну? Все равно светится Ребенок разбирается, как бы включить кнопочку Которая почему-то вечно светится Рекаешь еще, еще рекать начал Рекаешь еще, еще рекать начал Что то за улыбаешь Личика Личика Икать начал? Ну давно уже икать, как ты ушла Ты икаешь, как я ушла, да что папа тебе водичку не дал? Что папа не дал? Где папа водичку не дал? быть. Скажи папа, вот это просто требовалось. Можешь сам показать здесь, что лежит рядом. Ты же взрослый парень уже. Ты папе не подсказал? Нет. Пусть папа сам думает, он же отец. Чем и занимаешься ценами? Ну, скажи зрителям. Сам скажи, признавайся о своих грехах. Мы лежали, тихонечко смотрели тикток. Ну, я вот здесь лежал, а Яромерчик вот здесь смотрел. Я прям так телефон держал, и мы такие зрели тикток просто. Так в смысле? Кто заметит, со мной не шумел все это время. Знаешь, да, с тиктоком не будет он шуметь, конечно. Он еще там разбирался с кнопочкой, вы помните, и у меня все это есть на камере. Он работал с кнопочкой, на пианино жопкой играл, потом и кал. Это у него гоношей что-то мокрое, то он себя на сцене, я уже видел вроде. Кишонечко. Такие вот дела, Баса. А вы-то вообще чем занимаетесь? Смотрите, там уже не видно, конечно, там Дом-2, между прочим. Он не смотрит Дом-2. Он смотрит, которая больше, чем Дом-2. Да, ну нет. Я рекламу проматываю. Вермиручку нравится. Вермиручку нравится. Зубки чешешь? По-моему, у него сейчас пойдет зуб. Еще один. И что это? Так ты зубки чешешь? Вот так, Смотри. И вот так могу поделать. Ой, давай покажи. А, ты уже показывал, да? Да. Вермиручка? В основном правый, левый делает. Вермиручка? Вермиручка? Скажи, мам, ты чего? Задвинь обратно. А здесь другое? А там водичка. Вот такой, такой важный, да? Ты, конечно, не до конца выдвинул Яромерчика. Яромерчика? На же воду бросил. Вот так вот, скажи. Такой ты важный тип. Ну что, ребята, вот такой у нас влог получился. Лера с Яромерчиком пошли спать. Я еще поваляюсь. Посмотрю что-нибудь. Оп. Позже выплю обезболивающе. Потому что у меня уже начала очень болеть спина. Ну и буду, думаю, закатчик на такой вот нотке. Вот. Поэтому скоро увидимся. Не забывайте там комментарии, лайки. Пообщаемся снизу, если что, в комментариях. Все. Чао какао всем. Поехали.